В марте 1919 года в Петрограде умер первый народный комиссар путей сообщения Марк Тимофеевич Елизаров, муж сестры Ленина. Владимира Ильича с Елизаровым связывали долгие годы дружбы и совместной революционной деятельности. Владимир Ильич приехал из Москвы, чтобы проводить в последний путь товарища и соратника и поддержать в горькие минуты сестру Анну Ильиничну. А через несколько дней, 18 марта, трудящиеся советской России провожали в последний путь одного из самых близких боевых соратников Ленина, председателя Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Якова Михайловича Свердлова. Всенародным трауром отметили трудящиеся эту тяжелую утрату. Выступая на митинге на Красной площади, Владимир Ильич говорил, мы опустили в могилу пролетарского вождя, который больше всего сделал для организации рабочего класса, для его победы. Вечная память товарищу Свердлову. На его могиле мы даем торжественную клятву еще крепче бороться за свержение капитала, за полное освобождение трудящихся. Обращаясь к участникам Первомайской демонстрации, Владимир Ильич сказал, до сих пор как о сказке говорили о том, что увидят дети наши. Но теперь, товарищи, вы ясно видите, что заложенное нами здание социалистического общества не утопия. Еще усерднее будут строить это здание наши дети. Закончилась демонстрация. Владимир Ильич, как всегда окруженный народом, перед отъездом с Красной площади беседует с секретарем Московского комитета партии Загорским. В Москве, в колонном зале Дома Союзов, состоялся первый Всероссийский съезд по внешкольному образованию. Кинообъектив запечатлел Владимира Ильича, Надежду Константиновну Крупскую и наркома просвещения Анатолия Васильевича Луначарского среди делегатов после заседания. Трудным для советского государства был 1919 год. Республика сражалась в огненном кольце фронтов. Партия звала трудящихся на защиту завоевания октября. 25 мая в Москве на Красной площади состоялся парад курсантов военных училищ и рабочих полков, которые прошли единое военное обучение за 96 часов. Принимать парад прибыл глава советского правительства, председатель Совета труда и обороны Владимир Ильич Ленин. Вместе с Лениным на параде присутствовал народный комиссар Венгерской Советской Республики Тибор Самуэли. Ленин обошел войска и поднялся на площадку грузовой автомашины, которая заменяла трибуну. Ленин сказал, что сегодня мы празднуем день всеобщего военного обучения трудящихся. До сих пор военное дело было одним из орудий для эксплуатации пролетариата классом капиталистов и помещиков. А эта самая прочная опора буржуазии падет, когда рабочие возьмут в свои руки винтовку, когда они начнут создавать свою огромную армию пролетариата, начнут воспитывать солдат, которые будут знать, за что они воюют, будут защищать рабочих и крестьян, фабрики и заводы, чтобы помещики и капиталисты не могли вернуть своей власти. Закончив речь, Ленин представил комиссара Венгерской Советской Республики Тибора Самуэли, который передал участникам парада боевой привет трудящихся революционной Венгрии. Участники парада демонстрировали свою боевую готовность защищать Республику Советов от врагов рабочего класса. Редактор субтитров А.Семкин Советская Республика напрягала силы в борьбе с белой армией Деникина, рвавшейся к Москве. Защищать столицу уходили рабочие полки. Провожая их, Ленин выступил с речью с балконом от Совета. В граммофонной записи сохранилось обращение Ленина к Красной Армии. Слушайте голос Ильича. Товарищи красноармейцы, капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они помогают деньгами и военными припасами русским помещикам, которые ведут против советской власти войска из Сибири, с Дона, с Северного Кавказа, желая восстановить власть горя, власть помещиков, власть капиталистов. Нет, этому не бывать. Красная Армия непобедима, ибо она объединила миллионы трудовых крестьян с рабочими, которые научились теперь бороться, научились товарищеской дисциплине, не падают духом, закаляются после небольших поражений, «Хмелее и хмелее идут на врага, знают, что близко полное его поражение». Наступила вторая годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. На Красной площади столицы состоялись демонстрация трудящихся и военный парад. Владимир Ильич Ленин был среди народа, отмечающего свой великий праздник. Великой Октябрьской социалистической революции. Напоминала врагам революции, что сила молодой республики несокрушима, что справедливое дело трудящихся восторжествует. Великой Октябрьской социалистической революции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова